МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на ТВ 21+. С вами Элина Шагенова. Мурманская область вышла в лидеры по количеству модельных библиотек в стране. 24 таких пространства были обновлены по плану «На севере жить». На оперативном совещании в областном правительстве Андрей Чибис рассказал, какие еще изменения в сфере культуры произошли благодаря региональной программе. За четыре года в области отремонтировали почти 90 учреждений культуры. Больше 50 получили новые музыкальные инструменты и учебники. В этом году началась реконструкция двух знаковых советских зданий. Родины в Мурманске и большевика в Кировске. В данный момент идет подготовка и вообще строительство здания Центра культурного развития в городе Мурманске. Он будет расположен в Ленинском округе в районе дома 35 по улице Аскольдовцев. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец следующего года. На строительство культурного центра выделено 139 миллионов рублей областных денег. Всего стоимость 463 миллиона. В этом году Мурманская область вышла на четвертое место по количеству модельных библиотек в стране. Всего в регионе по этим стандартам отремонтировали 24 таких объекта. На базе областной детско-юношеской библиотеки появилось новое пространство – сопки «Семья», где родители смогут не только провести время со своими детьми, но и получить помощь в семейных вопросах. Еще два таких центра в ближайшее время появятся в Североморске и Полярном. Лада Егорова, ТВ21+. Специалисты РИА Новости составили рейтинг уровня материального благополучия. По итогам 2022 года Мурманская область оказалась на девятом месте списка. В лидерах оказались регионы Крайнего Севера. Ямало-Ненинский автономный округ, следом Магаданская область. На третьем месте Ненинский автономный округ. Замыкают список Тыва и Республика Ингушетия. Соседняя с нами Карелия на 34 месте, Архангельская область на 18, а Санкт-Петербург на 8. Первые места обусловлены высоким уровнем заработных плат. Исследователи отмечают, что в 2022 году позитивная динамика роста доходов наблюдалась в большинстве субъектов страны. В то же время в некоторых регионах существенно выросли цены на жилье. Его доступность снизилась, что негативно повлияло на итоговую оценку. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так считают сотрудники Мурманской областной больницы. Показать весь спектр работы медсестер, самые сложные направления решили будущим медикам. Как работает отделение стерилизации и рентгенхирургии вместе с гостями узнала Янина Морозова. Для студентов Апатетского медколледжа визит в Мурманскую областную больницу – событие. Четвертый курс, впереди выпускные экзамены. Выбирать место работы стоит так, чтобы оно стало родным на долгие годы. Для этого лучше увидеть все своими глазами. А Мурманская областная больница – один из самых крупных клинических комплексов региона. С каждым годом кто-то уезжает, кто-то уходит на пенсию. И поэтому пополнение молодыми кадрами ежегодно – это очень важно. И молодые специалисты – важно, чтобы оставались у нас в области работать, в наших медицинских учреждениях. Особенно востребованы медсестры в реанимации и хирургии. Работа сложная, но захватывающая. Врачи в отделении рентгенхирургии выполняют операции без разрезов, через крупный сосуд, под контролем рентгеноборудования. Это дает возможность помочь людям после инфаркта или инсульта при патологиях сердца и не только. Для будущих медиков это возможность определиться. Они уже проходили практику и многие уверены в выборе профессии. Я попробовала себя, мне очень нравится сейчас этим заниматься. Хочу потом пойти работать в больницу. Да, медсестрой. Современное лабораторное оборудование позволяет выполнять анализы любой сложности. И делать это в разы быстрее, чем еще 10 лет назад. Такая работа требует глубоких знаний. А вот отделение стерилизации словно другая планета. Инструменты эндоскопически имеют множество крошечных отверстий, базов, каких-то щелочек. Из этих щелочек надо воду выдувать под давлением. Работа здесь сложная, требует выносливости, точности, отличного знания технологических процессов. В этом отделении обрабатывают, сортируют и дезинфицируют инструменты для операционных. Сменные части реанимационного оборудования, белье и одежду для работы хирургов. Новое, увиденное было это стерилизация с помощью плазмы. Такого мы, в принципе, нам не рассказывали даже на наших парах. Это было очень интересно, потому что, ну, такого мы даже не слышали. Сестринское дело очень многообразно. Найти себя можно в самых разных направлениях. Медперсонал всегда необходим, есть возможность профессионально расти. К тому же сейчас в регионе действует ряд мер поддержки для молодых специалистов, среднего медицинского персонала. И Нина Морозова и Павел Третьяков, ТВ21+. 36 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, обрели вечный покой. В торжественной обстановке останки героев захоронили в Долине Славы. На церемонии побывали наши корреспонденты. Передавать земли останки бойцов Красной Армии, защищавших Заполярье в годы Великой Отечественной войны, принято в октябре. В годовщину начало Пицамо-Киркинесской операции, в результате которой советским войскам удалось отбросить немецко-фашистских захватчиков от наших северных границ, а затем и полностью разгромить их в 44-м году. В этот раз в Долине Славы в торжественной обстановке перезахоронили останки 36 воинов. Подвиг победителей будет всегда в нашей памяти, и мы всегда будем передавать его следующим и следующим поколениям. Никто не забыт, ничто не забыт. Поисковые отряды обнаружили тела во время полевых экспедиций. Личности пятерых бойцов даже удалось установить. Именные были определены по двум медальонам, по двум котелкам и одна подписная ложка. Бойцы были найдены в основном в районе реки Западная Лица, правый и левый берег. Это районы города Заозерска, где шли самые напряженные и серьезные бои по сентябрю 41-го года. Всего за поисковый сезон в этом году обнаружили останки 58 солдат. Ранее 14 сентября на воинском мемориальном кладбище Алла Курти обрели покой 22 бойца, погибшие на Кандалакшском направлении. Евгения Игорячуха, Максим Кравченко, ТВ 21+. Алгоритм действий в случае чрезвычайной ситуации с хлором отработали на промплощадке Кольской ГМК в Манчегорске. За тренировкой спасателей наблюдали наши корреспонденты. Подъездные пути расходного склада хлора цеха электролиза никеля. По легенде учений произошла разгерметизация цистерны по пути следования потребителю. Машинист тепловоза подал сигнал о возникновении чрезвычайной ситуации. Начались мероприятия по эвакуации. Персонал подразделений выведен в места сбора. На место происшествия прибыли спасатели. Нам поступил в аварийно-спасательную службу сигнал, где незамедлительно было отправлено подразделение для ликвидации химической аварии. В составе трех отделений на трех автомобилях. Один аварийно-спасательный автомобиль и две пожарные автоцистерны. Аварийно-спасательный автомобиль отделения занималась разведкой поиском пострадавших и установкой магнитной консоли на железнодорожную цистерну с целью ликвидации утечки. Пожарные автомобили, личный состав на них развернул два рубежа водяной завесы для орошения хлорного облака и предотвращения его дальнейшего распространения. Тактические тренировки – высшая форма подготовки экстренных служб к чрезвычайным ситуациям. Хлорные учения проводятся дважды в год – весной и осенью. Такие учения на практике, на конкретном объекте позволяют нам лучше изучить специфику объекта, расположение местности. Как говорится, тяжело в учениях, легко на работе. Поэтому мы проводим, мы тренируем, мы ознакомливаем работников, проводим данные мероприятия, чтобы персонал компании знал свои действия, знал и умел пользоваться средствами защиты, знал, в какие места производится эвакуация. Учения позволяют оценить уровень взаимодействия всех участников ликвидации и локализации аварии. Оперативные службы задачу выполнили. Предварительная оценка – удовлетворительно. Юлия Барабан, Александр Николаев, ТВ21+, Манчегорск. Мурманчане отметили 107-й день рождения любимого города. Праздник провели на главной площади и продолжался он весь день. Если вы не смогли попасть на торжество или не успели обойти все точки, мы расскажем вам, как это было. Уже давно каждый праздник в Мурманске начинается с улицы Воровского. Там располагают основные развлекательные площадки. Ко дню города организаторы подготовили не только фотозоны, карусели и большой морской бой, но и несколько мастер-классов. В шатре малыши могли украсить лицо аквагримом или сделать магнит на память. Я сначала все раскрашу тело, а потом все остальное сделаю. На выходе из павильонов людей увлекал аромат кухни. Совсем рядом стояли лавки с пирожками, морсами и вафлями. А чуть поодаль шеф-повар рассказывал северянам, как приготовить хумакуху. У нас только соль и перец, никаких больше специй мы добавлять не будем. Это старинное поморское блюдо. Спортивная программа всегда насыщенная в Мурманске, потому что мурманчане, наверное, одни из самых спортивных людей в нашей стране, в нужном стане в мире. Конечно, культурная программа, программа для самых маленьких, программа для подростков. Ну и, естественно, вечерние мероприятия, вечерняя шоу-программа и выступления звезд. С полудня и до самого вечера на малой и большой сценах артисты сменяли друг друга. После выступлений коллективов местных школ искусств микрофоны в руки взяли солистки арт-группы «Сопрано», созданной Михаилом Турецким. Я хотел подарить тебе танец, самый главный на твоем дне рождения. И завершили праздник хедлайнеры «Кинохроника». Они выступают с репертуаром группы «Кино». Без чего не обходится ни один день рождения. Угощение. На фудкорте мы с вами уже были. Танцы. С пяти углов все еще звучит музыка. Подарки. Видели. Ну и главное, это, наверное, гости. Что же пожелают мурманчане на день рождения любимому городу? Процветание, тепла, добрых людей, хороших, отзывчивых. Чтобы все, кто живет в Мурманске, ценили Мурманск и не загрязняли его. Я думаю, еще столько же и постолько же, много-много в общем лет. Ну и чтобы он расцветал на глазах, как это происходит и сейчас. Расти и расширяться, что в производственном, что в бытовом смысле. Процветание, всего самого хорошего, доброго. Это очень классный город. Мы живем тут недавно, именно в самом Мурманске. Ну и, конечно, побольше праздников веселых, громких, ярких, таких как этот. Александр Клебцов, Максим Ченькин, ТВ21+. И в завершение выпуска. В фотоловушку заповедника Пасвик попали любопытные животные. Лось и медведь внимательно рассматривали стенд на экотропе «Глухая плотина». Косолапый заинтересовался стойкой с подробным описанием его соседа по лесу. Медведь внимательно обнюхал стенд, а затем отправился по своим делам. А вот самого лося информация о себе не привлекла. Он предпочел держаться в стороне. В комментариях под видео в социальных сетях северяне предложили специалистам заповедника установить у фотоловушек чесалки, чтобы можно было чаще любоваться дикими животными. Далее вас ждет прогноз погоды. О погоде в Заполярье на 9 октября по данным Мурманского гидрометцентра. В Кандалакше температура воздуха поднимется до 3 градусов. Снег. В Омбе без осадков плюс 1, плюс 3. В полярных зорях снег с дождем. Около 1 градуса выше нуля. В Апатитах столбик термометра показывает 0, плюс 2 градуса. В Кировске облачно с прояснениями. Минус 1, минус 3. В Кавдоре температура воздуха опустится до 2 градусов. Облачно. В Манчегорске осадки. 0, плюс 2. В Лавозере столбик термометра показывает около 2 градусов выше нуля. В Оленигорске облачно с прояснениями. 0, плюс 2 градуса. В Никеле около 1 градуса выше нуля без осадков. В Заполярном около нуля градуса. В Североморске пасмурно, плюс 1, плюс 3. В Мурманске температура воздуха поднимется до 3 градусов без осадков. Это были новости на ТВ 21+, с вами была Элина Шагенова. Берегите себя, увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова